видео с распаковками игрушек и шоколадных яиц набирают на ютубе миллионы просмотров детей просто невозможно оторвать от экранов а при попытке рев и крик включи мне яйца говорят дети что делать и как быть в этой ситуации обсудим эту тему с ведущей программы мамина школа олеси новикова олесь привет здравствуйте алис но почему эти видео так действуют на детей ведь казалось бы монтаж совсем простой съемка не очень качественная озвучка уже так себе но дети просто смотрят с раскрытым ртом причин много это и недостаток общения со сверстниками это и врожденное желание ребенка иметь такую же игрушку как у пети и вас мечта да вот еще срабатывает тот самый эффект неожиданности а что там внутри в этот момент в мозге ребенка вырабатывается нейромедиатор дофамин который отвечает вот за то самое удовольствие и когда ребенок смотрит на то как другой малыш распаковывает какую-то игрушку он радуется но авторов который снимает подобные видео на самом деле на ютубе довольно много зачем им это нужно разные причины детей от двух лет малышей снимают родителей у них тоже могут быть свои поводы для съемок в том числе и они это делают для заработка дети постарше делают это для того чтобы быть в центре внимания ты снимаешь видео все тебя смотрят ты супер блогер мебели за да да лайки пишут комментарии ты чувствуешь себя значимым кстати чаще всего в таких обзорах и игрушки далеко не среднего и низкого ценового сегмента и скорее всего большинство из тех детей которые смотрят подобные видео никогда такую игрушку не получит и что самое удивительное и забавное дети которые не участвуют съемки таких видео которые снимают эти видео самостоятельно на телефон и вообще не могут остановиться в обзоры идут не только игрушки но даже то что мама приносит из супермаркета то есть если ты видела открывается пакет и идет обзор даже вот коробку с вилками и ложками то есть все что дома новое появляется это сразу же попадает в кадр распаковка и обзор то есть дети увлекаются а что по этому поводу говорят психологи психологи не рекомендуют родителям позволять детям смотреть такой контент и я с ними согласна видео довольно монотонно и это вообще похоже на такой вот как гипноз потом когда ребенок видит какую-то дорогую игрушку как я уже говорила что мало кто из этих детей такую игрушку дома получит потом он ее требует естественно родители не каждый может себе позволить ее купить и у ребенка остается ощущение вот такого вот досады и неудовлетворенности что из твои родители плохие они тебя не любят и ему у него мальчика хорошие мама с папой а у тебя не очень ни к чему хорошему все это не приведет но и как же быть что делать пользоваться функция которая есть на ютюбе ограниченный просмотр то есть добавьте туда то что вы не хотите чтобы ваш ребенок видел берегите ваших детей занимайтесь с ним удовлетворяйте его природную потребность в похвале и общении ну что ж а лесь большое спасибо за очередную порцию полезных для родителей советов кстати на этом мои советы не заканчиваются прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет там от меня будет подборка игр на запуск речи итак смотрим сюжет а